Я собираюсь установить войны. Больше никаких войн при моей каденции, заявил Дональд Трамп. Дональд Трамп, его уже Fox News, объявил 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Более того, мы забрали сенат обратно. Также он заявил, что республиканская партия, похоже, будет контролировать и палату представителей. Мы вылечим Америку, мы все исправим, наша страна нуждается в помощи. Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть. Это первые заявления Дональда Трампа, 47-го президента США. Что это означает для мира, для Европы, для Украины и для войны России против Украины? Все это мы обсудим с известным журналистом, ютуб-блогером Игорем Александровичем Яковенко. Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Даша. Я бы хотела, чтобы вы поделились впечатлениями от выборов, от этой ночи. Ну и, конечно же, что означает для мира Дональд Трамп, 47-й президент США? Вы знаете, самое простое понять, что это означает, это посмотреть, кто на это как реагирует. Я всю эту ночь следил за реакцией российских пропагандистов. Праздник, огромный праздник на улице Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян. И вот только что появилось радостное сообщение от Виктора Орбана о том, что вот, наконец-то. Ну, то есть, ну, скажем так, час упыря. Я в данном случае имею в виду, прежде всего, тех, кто очень радуется победе Трампа. Они триумфаторы, они счастливы. Ну, правда, надо сказать, что примерно таким же образом радовались победе Трампа в 16-м году, когда господин Жириновский там пил шампанское, а Маргарита Симоньян ездила по улицам Москвы с высунутым американским флагом. Что касается заявления Трампа, что он остановит войну, вы знаете, он был президентом с 2016 по 2020 год, и что-то я не заметил, что он остановил войну, которая все это время шла в Украине. Вот как-то это не было заметно. Никакой остановки войны в этот момент не было. По-прежнему продолжали убивать украинцев. Поэтому, ну, скажем так, я не уверен в том, что жизнь американцев очень сильно изменится. Все-таки американская система, она очень устойчива, и, что называется, выдерживала самых разных, и последствия самых разных выборов. Ну, а вот что касается того, что будет происходить в мире, я думаю, что для Украины это плохая история. Но есть надежда на то, что все-таки полностью прекратить помощь Украине у Трампа не получится. Ну, а Европа, она готовилась к победе Трампа, и, в принципе, на сегодняшний момент консолидируется, и я думаю, что помощь Украине будет продолжаться прежде всего сейчас за счет европейских ресурсов. С точки зрения финансовой, я не думаю, что это будет очень сильная потеря, потому что финансово Европа в состоянии поддерживать Украину. С точки зрения оружия хуже, потому что в Европе нет таких запасов оружия, как в Соединенных Штатах Америки. Но в любом случае, ну, что в конце концов, надо пережить эти темные времена. Я приводил у себя на канале результаты глобального голосования, и они очень характерны. За Харрис выступала вся Европа, без единого исключения. За Харрис выступали союзники Соединенных Штатов Америки, такие как Южная Корея и так далее, Австралия и прочее. Ну, а за Трампа полностью Россия, полностью Вьетнам, Египет. Ну, в общем, короче говоря, вот то, что называется глобальный юг. Так что есть очень сильная корреляция, там был еще вопрос, в этом глобальном опросе, за кого, чью победу вы хотите, Россия или Украина в этой войне. И очень сильная корреляция, те страны, которые выступают за Трампа, они желают победы России. Те страны, которые выступают против Трампа, они желают победы Украины. Так что здесь все достаточно ясно, ну, в конце концов, я думаю, что Украине надо принять эту ситуацию и в значительной степени, в большей степени рассчитывать на Европу и на самих себя. Уважаемые аудитории, традиционно мы просим вас, поставьте лайк этому видео. Мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру. Для нас очень важно, чтобы нас посмотрело как можно больше. По всему миру мы боремся с российской агрессией и с российской пропагандой. Подпишитесь на YouTube-канал Игоря Александровича Яковенко. Подпишитесь на мой YouTube-канал. В комментариях напишите, что вы думаете об американских выборах, как они повлияют на геополитику в целом. Тут возникла следующая информация, сейчас я ее найду, о том, что Дональд Трамп в первые буквально сутки позвонит Путину и попытается завершить эту войну. Вот. Если Трамп победит, он может позвонить Путину уже 6 ноября, о переговорах могут заговорить в начале 2025 года, заявляет CNBC. Как вы считаете, имеет ли это место быть, близко ли к этой крестине? Ну, я не думаю, что... Вообще, особенность у Трампа, это постоянно подчеркивают его сторонники, главным его конкурентным преимуществом, как считают его сторонники, я подчеркиваю, именно его сторонники, это то, что не надо слушать то, что говорит Трамп. Потому что он говорит одно, делает прямо противоположное. Подчеркиваю, это основное его достоинство, которое выдвигают в качестве аргумента, почему надо голосовать за Трампа, его сторонники. Что он... Ну, фактически, именно его сторонники говорят о том, что Трамп постоянно врет, поэтому надо не слушать то, что он говорит, а надо посмотреть, что он будет делать. Значит, я думаю, что никаких шансов остановить войну у Трампа нет. Война будет продолжаться. Трамп, конечно же, попытается поговорить с Путиным, но никаких шансов каким-то образом убедить Путина вывести войска. Я даже не думаю, что он будет ему это предлагать. Скорее всего, Трамп предложит Путину какую-то сделку. Значит, такую же сделку он предложит и Зеленскому. Но позиции этих двух сторон, в данном случае позиции Украины, которые представляют Зеленский, и российского агрессора, который представляет Путин, они настолько диаметрально противоположны, что здесь точки компромисса быть не может. Я не думаю, что Трампу удастся остановить войну. Трампу, скорее всего, удастся ухудшить положение Украины. Это он сможет. В прошлый раз, мы помним, что полгода Трампу удалось, когда он даже не был президентом, ему на полгода удалось задержать помощь Украине. Украина захлебывалась кровью все это время, и продолжает захлебываться именно благодаря Трампу. Вот это исторический факт. Если смотреть не на слова, а на дела, то вот это то, что уже успел сделать Трамп, еще не став президентом. Поэтому это очень плохая новость, но я думаю, что надо жить в предложенных обстоятельствах. Американцы сделали свой выбор. К огромному сожалению, они сделали этот свой выбор для себя, ну а последствия этого выбора будут испытывать и большую часть человечества. То есть, на самом деле, это реальность, в которой мы находимся. Американцы, которые, если брать даже избирателей Соединенных Штатов Америки, которые представляют собой меньше 3% от человечества, они делают выбор, который влияет на на 8 миллиардов людей в той или иной степени. Ну, это такая вот такая вот жизнь. Ее надо принимать такой, какая она есть. Еще раз подчеркиваю, Украине надо будет рассчитывать в большей степени сейчас на прежде всего на Европу и на самих себя. Игорь Александрович, что будет происходить сейчас в этот период двувластия, когда Байден все еще президент, а Дональд Трамп официально не вступил в должность, потому что инаугурация будет происходить в конце, в начале года, в конце января. Вы знаете, во-первых, победа Трампа настолько убедительна, настолько сокрушительна, что, так сказать, никаких вариантов там опротестовывать, сопротивляться не существует. Я думаю, что Трамп фактически уже находится у власти. То есть, вот этот вот период до января, до 20 января следующего года, я думаю, что он не будет сопровождаться какими-то действиями со стороны Байдена. Это и не в традициях Соединенных Штатов Америки, когда уходящий президент принимает какие-то уж очень знаковые решения. Но, скорее всего, это будет процесс реального перетекания власти к Трампу. Уже сейчас. То есть, особенно это связано с тем, что на этих выборах фактически республиканцы получили большинство в обеих палатах Конгресса. То есть, и Сенат, и палата представителей сейчас, судя по всему, находится под контролем республиканцев. Так что, Трамп получил страну под полный свой контроль. И, в конце концов, в ближайшее время увидим, что это значит. Игорь Александрович, мы все ожидали, что после выборов Байден все-таки разрешит бить дальнобойным оружием по территории России. Я так понимаю, что сейчас это выглядит просто невозможным. Потому что, что бы ни решил Байден, после 25 января 2025 года это решение будет отменено. Верно? Мы мыслим. Вы знаете, я только абсолютно верно все говорите. С единственной поправкой. Я не знаю, кто это мы все. Я, например, был уверен в том, что ни до выборов, ни после выборов Байден такие решения не примет. То есть, как раз я еще раз подчеркиваю, что моя позиция была такова, что любое решение о разрешении наносить удары по территории России, по любой точке территории России, оно может быть только после выборов, после нового президента, в том случае, если победит Харрис. На это была надежда. Что касается Трампа, то здесь, мне кажется, все понятно. Поэтому я-то как раз был уверен в том, что Байден не будет принимать резких решений ни до выборов, ни после них. Так что, именно потому, что уходящий президент все-таки, как правило, старается не принимать каких-то судьбоносных решений, которые должен расхлебывать его преемник. Но это традиции Соединенных Штатов Америки. И Байден меньше, чем кто-либо другой готов был бы их и будет их нарушать. Игорь Александр, сейчас я бы хотела с вами поговорить о саммите мира, но прежде все-таки задам этот вопрос. Происходит некое дежавю, Трамп вновь побеждает и побеждает женщине. То есть, женщина проигрывает Дональду Трампу. Мы вспомним прошлое президентскую гонку, где Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу и сейчас дежавю Камала Харрис женщина проигрывает. То есть, на сегодняшний момент создается впечатление, что Америка просто не готова к президенту женщине. В то время, как в Европе, особенно в странах Балтии, женщины возглавляют правительство, женщины становятся президентами, пожалуйста, в Молдове Майя Санду переиспралась. Женщины возглавляет Европейский Союз. То есть, практически законодательный исполнительный орган власти в Европейском Союзе возглавляют женщины. Но в Америке, в стране, где демократия номер один, где все было первым, и это очень важно, где в каждом стаде свои правила, и где президентом был темнокожий, что это очень важно. Но женщины не может. Вот мне интересно этот феномен обсудить с вами. Вы знаете, так сказать, исходя из того посыла, который вы сейчас сделали, я должен был бы с вами согласиться, поскольку вы женщины, и я, значит, должен с вами во всем соглашаться. Но в данном случае мне придется вам возразить. Уж не обижайтесь. Я не думаю, что здесь в результате этого выбора так сильно повлияла гендерная составляющая. Я все-таки напоминаю, что в США, если вообще считать вот такую традицию не допустить женщин и так далее, все-таки был темнокожий президент Соединенных Штатов. Казалось бы, это еще больше рубеж, который не должна была Америка преодолеть. нет. Как говорится, вот в Америке негров вешают, а вот оказалось, что негр стал президентом Соединенных Штатов Америки. Я не думаю, что здесь проблемы в гендере. Я думаю, что проблемы гораздо серьезнее, масштабнее. Трамп это реакция американского общества, огромного количества американцев на постиндустриальную революцию. Очень многие в Соединенных Штатов Америки пострадали от того, что традиционные сектора экономики находятся в упадке. Прежде всего, индустрия. И для американцев главное это внутреннее состояние, прежде всего, экономика. На втором месте это миграция, какие-то проблемы, связанные с безопасностью, а внешняя политика на третьем месте. И поэтому американцы сделали выбор, прежде всего, исходя из состояния своей экономики. Значит, проблема Харрис не в том, что она женщина. Проблема Харрис в том, что она вице-президент при Трампе, при Байдене. И вы знаете, вот у меня железобетонный аргумент против вашего тезиса, что это проблема гендера. Давайте мысленный эксперимент. Предлагаю вам в нем поучаствовать. Представим себе, что вместо, что не было бы вот этого внезапной смены Байдена на Харрис, и остался бы президент, кандидатом президента был бы Байден. Вполне себе мужчина. Значит, как вы считаете, это вопрос к вам, как вы считаете, результаты выборов были бы другими? Нет, мне кажется, не было бы других выборов, но это связано именно с тем, что Трамп боролся против действующего президента Соединенных Штатов Америки. Да, фактически, фактически, на самом деле, хотя, конечно, первый момент замена Байдена на Харрис, как кандидата демократической партии, она провела в некоторое смятение, и мы помним, что поначалу Харрис начал даже опережать Трампа в прогнозах, но все равно в конечном итоге Трамп все-таки боролся даже не совсем с Харрис, хотя он переключился, называл ее проституткой, идиоткой и так далее. Но это уже то, что американцы принимают такой стиль политической риторики, это уже факт американской биографии. Но я думаю, что все-таки в конечном итоге по сути Трамп продолжал бороться с Байденом, потому что все, что он говорил и все, что он делал, это он как бы аргументировал свое превосходство своей политикой над политикой Байдена, и говорил о Харрис как о человеке, который был при Байдене. То есть на самом деле здесь гендер совершенно ни при чем. То есть я абсолютно убежден, что гендер совсем ни при чем. И еще раз аргумент мне кажется совершенно бронебойный, что если бы вместо Харрис был Байден, то я думаю, что результаты были бы хуже. То есть трудно представить себе, вы знаете, в истории американских выборов это может быть даже был бы такой же результат, как в свое время, когда Франклин Рузвельт победил с гигантским перевесом, чуть ли не по числу выборщиков, он в несколько раз опередил своего соперника, это было как раз связано с Великой Депрессией. Когда на фоне Великой Депрессии Рузвельт предложил новый курс, и буквально разгромил своего конкурента. Вот я думаю, что если бы был Байден, то результат был бы похож на то, как побеждал Рузвельт своего противника. То есть гендер здесь точно не при чем. Игорь Александрович, вот уже глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сиарта уже сделал заявление о том, что победа Трампа повышает шансы окончания войны в Украине мирным путем. Конец цитаты. МИД Венгрии. Переходим к важной теме саммит мира. Президент Зеленский, как вы считаете, будет проводить саммит мира при участии Дональда Трампа до инаугурации или после инаугурации. Вот мне интересно ваше мнение, особенно на фоне того, что сейчас президент Зеленский сделал заявление, что он не против, чтобы Катар, ну администрация Зеленского сделала заявление, что он не против, чтобы Катар или Катар были посредником между Россией и США в энергетических соглашениях. Напомню, что в вашем Тонпост и Financial Times недавно вышли с важными материалами о том, что ведутся переговоры между Украиной и Россией на предмет не атак по энергетическим объектом и вот возможно Катар, Катар становится посредником. Вам слово. Ну, прежде всего, позиция Венгрии, она хорошо известна, значит, первым, ну, там первым, по-моему, Трампа поздравил президент Сальвадора, но с огромной радостью, с огромной, вот я просто еще раз говорю, я начинаю там где-то с четырех часов утра сегодня следил за вот российскими пропагандистскими помойками и там нарастало нарастало ликование, нарастало счастье. Значит, у Маргариты Симонян, у Соловьева все там радовались, плясали, ну, когда стало понятно, что, в общем-то, Трамп побеждает это, начиная где-то там с пяти-шести часов утра уже стало более-менее понятно. Вот, и президент Венгрии Виктор Орбан радостно сказал, что вот все, Трамп пришел, Трамп сейчас придет, порядок наведет. Вот, так что позиция Венгрии, она очевидна, Венгрия это союзник России, Венгрия это враг Украины, и здесь все более-менее очевидно. Поэтому они так же, как и Соловьев, как и Маргарита Симонян радуются победе Трампа. Что касается саммита мира, вы знаете, у меня вообще никогда не было понимания, что это такое. То есть, еще первый саммит мира, это можно было объяснить какой-то попыткой привлечь на свою сторону страны глобального юга. Ну, мне кажется, не очень удалось. Что же касается второго саммита мира, ну, я здесь вынужден просто расписаться в непонимании того, что это такое, зачем это надо. Что это за саммит мира, ведь тот же самый, те же самые организаторы саммита мира говорили второго, говорили о том, что здесь-то точно должна быть Россия. И возникает вопрос. Хорошо. Путин заявил о том, что и не только Путин, но российские власти заявили о том, что они на этот саммит мира не приедут. Если России не будет, а России точно не будет, то в чем смысл? О каком саммите мира может идти речь, если воюющая страна, от которой зависит прекращение войны? Еще раз хочу высказать не то, чтобы свое убеждение, а просто аксиому. Войну может прекратить не Трамп, потому что Трамп не участник войны. Понимаете, вот эти глупости о том, что Трамп прекратит войну, Трамп не участник войны. Войну может прекратить Путин. Единственный человек, который может прекратить войну. Войну не может прекратить Зеленский. Войну не может прекратить Трамп. Войну может прекратить только Путин, потому что он ее может прекратить в течение одной минуты, просто отдать распоряжение о выводе своих войск с территории Украины, точка. Но он этого не сделает, мы это прекрасно понимаем. Значит, вероятность того, что Путин приедет на саммит мира, на мой взгляд, равна нулю. Если на саммит мира приедет Трамп, и что? И что? Вот конкретно что? Вот саммит мира, чтобы что? Что? Чтобы еще раз сказать, причем с участием Трампа, чтобы дать трибуну для Трампа, чтобы он еще раз сказал, что, ну вот сейчас я, причем он же заявлял о том, что он прекратит войну еще до того, как станет президентом. Вот он стал президентом, теперь он будет говорить о том, что ну дайте мне пройти инаугурацию, я прекращу войну. Ну подождем, а пока все это время украинцев будут убивать. Потом еще какое-то время. То есть, Трамп войну это не прекратит. Это достаточно очевидно. И для чего проводить саммит мира, вот в нынешних условиях, чтобы дать трибуну Трамп еще раз? Чтобы он говорил свои глупости? Я не понимаю, зачем. Я не знаю, будет проводить президент Украины саммит мира или нет. Это сие, что называется, находится вне не только моей компетенции, но и вне моего понимания. Я не понимаю, зачем. Если будет, ну ладно. Игорь Александрович, по поводу этих переговоров о войнах, двойных не атаках по энергетическим объектам. Да. Вы знаете, у меня есть твердое убеждение в том, что во время всех вот таких больших войн, какие-то переговоры все время ведутся на разных уровнях. Могут вестись переговоры по поводу обмена пленными. Могут вестись переговоры даже между воюющими частями через линию фронта. Ну, по поводу того, чтобы дать, например, забрать своих убитых или раненых, или еще что-то в этом роде. То есть, какое-то временное прекращение огня. Такие переговоры были во время Второй мировой войны. Когда, так сказать, даже отдельные подразделения переговаривались между собой для того, чтобы дать какую-то передышку, там, тех же самых убитых забрать. То есть, переговоры на каком уровне и о чем? Вот идут постоянно переговоры по поводу обмена пленными. Это переговоры? Да, переговоры. Могут они остановить войну? Нет, не могут. Была зерновая сделка, когда через посредников все-таки что-то, о чем-то договорились. Это переговоры? Да, переговоры. Имеет это отношение к окончанию войны? Нет, не имеет. Могут быть переговоры в отношении моратория на удары по энергетическим объектам? Могут быть такие переговоры? Да. Имеют они отношение к окончанию войны? Нет, не имеют. То есть, есть вопрос уровень переговоров и их содержание. Поэтому, я думаю, что переговоры были, есть и будут, но эти все переговоры не ведутся на том уровне и по той повестке дня, которая может привести к окончанию войны. Вот, да, Игорь Александрович, вот уже зампред Совбеза России Медведев после победы Трампа сделал заявление. С кандидатом президента США Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты. Конец цитаты. Ну, это, ну, хотя Медведев это, конечно, так сказать, он, как всегда, отливает в гранит, но это факт его биографии. Но, в целом, это тот случай, когда вот устами этого человека, как ни странно, глаголят истина. Насчет того, что цели СВО будут достигнуты, это он, конечно, врет, как всегда, но то, что это, безусловно, победа Трампа, это на пользу Путина, говорит о том ликовании, об этом говорит то ликование, которое как раз у путинистов сейчас. Сейчас на их улице праздник. Уважаемая аудитория, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на YouTube-канал Игоря Александровича Яковенко, подпишитесь на мой YouTube-канал. Мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, боремся с российской пропагандой, пытаемся донести истину о российской агрессии, о войне России против Украины. Поэтому ваш лайк, ваш комментарий, ваша подписка делает так, что это видео посмотрит как можно больше аудитории по всему миру. Мы сегодня обсуждали выборы в США, которые закончились, и новым президентом в США стал Дональд Трамп. Безусловно, что после инаугурации, после января следующего года он будет де юре президентом, но де факто он уже новый президент. Каким будет этот мир? Напишите в комментариях. Игорь Александрович Яковенко, известный журналист, YouTube-блогер. Игорь Александрович, благодарю вас и традиционно. До встречи на следующей неделе. Спасибо, Даша. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо вам большое.